В эфире новости на шестом канале в студии Алексей Дудин. Здравствуйте. В новом году снова острунено. В самом конце праздничных каникул инициативная группа горожан вышла на санкционированный митинг. Собравшиеся призвали сохранить больницу для народа. Пожаловались, что в отремонтированных отделениях не оказывается медицинская помощь, а поручения президента не исполняются. Публично пообщаться с недовольными на следующий день попытались в департаменте здравоохранения. Там собрались областные чиновники, медики, представители ассоциации защиты прав пациентов. В чем суть претензий граждан и почему беседа не задалась, разбиралась Маргарита Махрова. Сохраните больницу для народа. Поручения президента не исполняются. С такими лозунгами в последний день новогодних каникул жители Струнина вышли на митинг. Всего собралось около сотни человек с плакатами. Как сообщают наши коллеги из Александровского районного издания, люди призывали сохранить местную больницу, выступая против реорганизации отделений. Жаловались, что в отремонтированных отделениях не оказывают медицинскую помощь. У больницы отсутствует свой пищеблок и бельевая, а власти якобы не слышат струнинцев и более того, не выполняют поручения президента страны. Чтобы обсудить ситуацию, на следующий день после митинга в департаменте здравоохранения организовали встречу, на которую пришли областные чиновники, медики, члены врачебной палаты, представители ассоциации защиты прав пациентов. Приехали и некоторые члены инициативной группы из Струнина. Однако публично делиться своими проблемами они отказались и даже не зашли в зал заседаний. Наша съемочная группа попыталась выяснить, почему. До свидания, девушка, снимайте, как хотите, мы не будем общаться. Извините, пожалуйста. В результате первый замгубернатора с приставкой в Рио Марина Чекунова и глава департамента здравоохранения Алексей Мазалев начали отвечать на вопросы журналистов. Выяснилось, что новый главный медик области на митинге в Струнино был и, по его словам, упреки жителей в срыве президентских указов несправедливы. То поручение, которое президент поставил перед Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с администрацией Владимирской области, обеспечить проведение капитального ремонта, реконструкции зданий больницы Струнинской и оснастить современным медицинским оборудованием, оно, безусловно, будет выполнено. Напомним, в июне 2018 года во время прямой линии с главой государства люди пожаловались Владимиру Путину, что их единственная старая больница разваливается под угрозой закрытия. Президент сразу переадресовал претензии жителей тогдашнему губернатору Светлане Орловой. Она отрапортовала, что ситуация с медициной в Струнино под контролем. Деньги на ремонт в бюджете области уже заложены. Летом начался ремонт и до конца года работы обещали завершить. Строительные работы контролировали как прежний, так и уже новый губернатор. В конце декабря Владимир Сипягин выезжал на место. Встретился с медиками, общественностью и оценил ход работ. В этом году отремонтировали и начали оснащать техникой детскую поликлинику и корпуса районной больницы. Однако сроки окончания работ по согласованию с Минздравом в итоге все же перенесли на новый 2019 год. В серьезном ремонте нуждаются еще два здания больничного городка, что первоначально не планировалось. А по закону на оформление всех документов потребовалось дополнительное время. Документы будут готовы к маю 2019 года. И с мая по декабрь в соответствии с 44 ФЗ будет производиться ремонт и реконструкция этих зданий. Поэтому никаких задержек, связанных с задержкой строительства или неплохой организацией процесса, их не было. Что касается конкретных отделений Струнинской больницы, которая после реструктуризации вошла в состав Александровской ЦРБ, то все изменения, по словам чиновников и медицинских специалистов, продиктованы современными реалиями и оправданы. Мы когда в 2017 году планировали ремонт, мы прекрасно понимали. Есть три отделения, которые закрывать в принципе нельзя было. Это терапия абсолютно востребованная, районное неврологическое отделение, которое тоже нельзя закрывать, и глазное отделение. Они не закрыты. Они не закрыты. Мы сейчас в эти новые корпуса отремонтировали, как раз хотим перевести и терапию, и неврологию, чтобы больные получали эту помощь. А вот работа отдельных психиатрического и дерматовенерологического отделений в Струнино не предусмотрена. Потому что, по словам властных властей, в свое время они простаивали. И острой необходимости у жителей города в них нет. Жалоб или обращений, связанных с отсутствием или не в полном объеме оказания помощи по психиатрии или дерматовенерологии, их нет. Вот в чем ситуация. Нам предлагают, как я слышал на митинге, провести эксперимент, доказать путем открытия этих отделений, дерматовенерологического и психиатрического, что потребности в этой помощи нет. Оплачивать такие эксперименты за бюджетные деньги, по словам главы департамента, никто не будет. При этом психиатр и дерматовенеролог в Струнино ведут приемы жителей и при необходимости готовы направить их в медучреждения районного или областного центра. С доставкой пищи и стиркой белья, по словам александровских медиков, в последнее время тоже вопросов не возникало. По информации общественников, которые входят в рабочую группу по ситуации в Струнино, власть с людьми взаимодействует. Всегда найдется пациент чем-то недовольный. Нужно объективно смотреть, существует ли проблема или нет. Вот потому что знаю я, все идет в рабочем порядке. К слову, по ситуации в Струнино перед президентом отчитывается глава Минздрава Вероника Скворцова. Областные власти регулярно предоставляют министерство всю информацию. Маргарита Махрова, Александр Мажаров, 6 канал. Не дают дышать воздухом. Жители многоквартирного дома во Владимире жалуются на отсутствие вентиляции в здании. Двое пенсионеров-инвалидов страдают из-за недостатка воздуха и посторонних запахов в своей квартире. Пожилые супруги уверены, проблему в доме мог бы решить балкон. Его пенсионеры хотели установить, чтобы хоть иногда выходить подышать на улицу. Но и в этом инвалидам отказывают. Что делать людям в этой ситуации, расскажет Валерия Саенко. Ой, ты не палку-то мне, да, Коля? Палку-то взяла. Ну ладно, ничего, я так. Без костылей Лидия Григорьевна передвигается уже с трудом. И пенсионерки первая группа инвалидности. По хозяйству помогает только муж, но и он, инвалид первой группы, ходит еле-еле. От внешнего мира двое пенсионеров совсем отрезанное. Несколько лет пожилые супруги лелеют мечту о собственном балконе, чтобы можно было выйти подышать свежим воздухом. Балкон нам просто необходим для того, чтобы хотя бы воздухом дышать. Ну, мы выходим иногда на улицу, но этого очень мало. Самостоятельно мы себя обслуживать не можем. Сейчас у нас стоит вопрос вот в нашем опекунстве. Но воздух-то нужен постоянно. Воплотить мечту в реальность пенсионеры уже пытались. Обратились в управление архитектуры. Составили проект за свои кровные деньги. Отдали за него 10 тысяч рублей. Даже балконную дверь установили, но, как выяснилось, поторопились. На первом этаже трехэтажного дома балкон проектом не предусмотрен. Строить его можно только если согласятся собственники других квартир. А соседи не согласились. О былой мечте на фасаде дома напоминает только свежая краска. Дверной проем в стене пенсионерам пришлось заложить кирпичом. Под нашими окнами люди ходят. Даже проторили целую дорогу. И нам балкон, конечно, очень необходим. Тем более, что дышать в квартире рассказывают пенсионеры нечем. В доме не работает вытяжка. Добровольное пожарное общество в 2018 году выявило, чтобы каналы вентиляции в квартире засорены. В воздух спертый. К тому же в дом пенсионеров стекаются все кулинарные запахи соседей. Когда мы готовим, вентиляция не тянет. Я даже, честное слово, прям от своих запахов. Не то, что падал, но плохо очень делалось мне. Починить вентиляцию пенсионерам управляющая компания обещала еще летом 2018 года. Но выполнить ремонт полностью не удалось. В МКП ЖКХ рассказывают, на данный момент прочистили только вентиляционный канал в ванной. Работы затянулись по независимым от управляшки причинам. Не получилось сделать это оперативно в связи с тем, что вышерасположенная квартира не предоставляла доступ для проведения работ. Нам пришлось проводить эти работы со стороны лечной клетки. Но, тем не менее, в этом канале вентиляция восстановлена. Сейчас проблема у нас с вентиляцией в этой квартире по кухонному стояку. Но мы уже подали заявку в ВДПО, специализированную организацию. И в январе месяце вентиляция по этому стояку будет восстановлена. А вот вопрос со строительством балкона так просто не решить. Пока 100% жильцов дома не согласятся дать инвалидам доступ к свежему воздуху, пенсионеры к работам приступить не могут. Пойти в обход мнения соседей можно только через суд. Но сил на судебные заседания у пожилых супругов нет. Помочь разобраться в этой проблеме уже вызвалась общественная организация ЖКХ «Контроль». Валерия Саенко, Александр Мажаров, Шестоканал. Не в том месте висят. Речь идет о камерах видеофиксации. Каждый день в городе происходят автоаварии. Помочь разобраться, кто виноват в ДТП, могли бы эти устройства. Но порой они либо смотрят не туда, либо их нет вообще. Именно в такой ситуации оказался герой следующего репортажа. С ним встретился Алексей Домнин. Кредит за автомобиль еще не выплачен, а водитель уже успел попасть в аварию. Виктор Тюрин приобрел своего железного коня в августе прошлого года. Работа, дом и дача. Вот что значило автомобиль для дедушки четверых внуков. Однако не прошло и нескольких месяцев, как Виктор стал участником ДТП. Все случилось 26 декабря. Свою вину Виктор Николаевич не признает и считает, что на дороге не место тем, кто считает свое авто броневиком. Когда случился удар и понимаешь, что ты выехал в потоке на зеленый свет, и потом, когда спрашиваешь, что ты делаешь, куда ты прешь, я хотел проскочить. Столкновение произошло на перекрестке Лыбецкой магистрали и улице Горького, где очень плотный автопоток. Виктор сам решил показать и рассказать нашей съемочной группе все обстоятельства происходящего. А виновник-то аварии где? А он, значит, как я убежден, он ехал, значит, вот со среднего ряда. Вот загорается, значит, зеленый свет. Мы начинаем движение. Мы начинаем движение. И вот тут, в этом месте он у меня бьет. Сейчас ГИБДД ищет виновника аварии. Все упростили бы видеорегистраторы, но у водителей их не оказалось. По мнению Виктора, проблему могли бы решить наличие на этом перекрестке камер видеофиксации, которых здесь не оказалось. Зато на улице Луначарского есть камеры, но толку от них никакого, считает Виктор. А вот эти камеры, которые были поставлены в свое время до ввода в Лыбецкую магистраль, они тут стоят, значит, вот видите, с правой стороны, снимают пустое место. По мнению Виктора Николаевича, камеры фиксации нужно переместить чуть южнее, там, где Горького пересекается с Лыбецкой магистралью. Будет ли это сделано? Полиция обещала ответить на этот вопрос, но после того, как мы напишем официальный запрос. А пока мы ждем ответа, автомобилисты продолжают свои гонки без присмотра камер видеофиксации. Алексей Домнин, Дмитрий Журавлев, 6 канал. Во Владимире продолжают устранять последствия новогодних снегопадов. На рабочие и техника убирают снег с центральных и второстепенных улиц в круглосуточном режиме. А вот во дворах жилых домов, за уборку которых отвечают управляющие компании ТСЖ и ЖСК, ситуация совсем иная. На многих территориях за 10 дней Нового года техника не появилась ни разу. Какими штрафами грозит управорганизациям такая безалаберность? Расскажет Оксана Любимова. Всю ночь наряду с центральными магистралями техника Центра управления городскими дорогами убирала второстепенные автодороги на Музейной и Кремлевской, улице Разина, Герцена и Подбельского. А с самого утра рабочие принялись за очистку от снега диктора Левитана до ватера Северной и Стрелецкой. Сотрудники ЦГД вручную счищают снег и навец тротуаров, а погрузочная техника вывозит его за пределы города. Убираем снежок, чтобы люди не падали, чтобы было людям комфортно ходить. Вет ложечки не бывает. То камушек большой надо поднять, раздолбить, то еще что. То лед надо подолбить. Все руками. Руками все. Так что такая вот наша работа. Вывоз снега – это уже вторая очередь уборки областного центра после снегопада. В каждый день к ней привлекается больше 50 единиц техники и около 70 работников ручной уборки. В первую очередь идут автомобильные дороги первой и второй категории, где следует общественный транспорт и большая интенсивность автомобильного движения. И уже сплошняком идут по всем остальным автомобильным дорогам. Есть участки автомобильных дорог, где нам приходят, мы расширяем проезжую часть. Технику и людей распределяют по городу в зависимости от ситуации в конкретных районах областного центра. План уборки в ЦУГД постоянно корректируют с учетом звонков от жителей и информации от КТОСов. В случае необходимости спецтехнику для противогололедной обработки дорог перенаправляют с одной улицы на другую. Только вот водители, которые зачастую обвиняют коммунальщиков в нерасторопности, сами становятся причиной снежной каши на дорогах. Оставляют свои транспортные средства, нарушая правила дорожного движения, а именно нарушая правила стоянки. Мы стараемся в зимний период устанавливать по многим проблемным улицам, заушенные улицы, стоянку по четным и нечетным дням. Для того, чтобы было проще осуществлять процесс уборки после снегопада и прохождение комбинировок дорожных машин и другой уборочной техники во время снегопада. А вот убирать снег во дворах – обязанность управляющих компанией. В новогодние праздники телефоны диспетчерских служб буквально разрывались от возмущенных звонков жителей, что у жилых домов ни пройти, ни проехать. Вот у дома номер 12 по улице Василисина, который обслуживает ЖСК-37. На дороге снежная каша, подходы к подъездам не посыпаны противогололедной смесью, а над домом нависли огромные сосульки. Жительница этой пятиэтажки Людмила Николаевна передвигаться может только на костылях. Женщина рассказывает, сегодня, чтобы попасть в поликлинику, еле дошла по скользкой дорожке до такси. Смотрите, тротуары не чищены, здесь не чищены. Скользко, конечно. Надо убирать. Дворы не чищены. Вот сами видите. А во дворе дома на Октябрьском проспекте 43А, за который отвечает управляющая компания МКП ЖКХ, совсем другая картина. Дорога почищена, сосульки с крыши сбиты. Рабочие убирают лёд уже с кровли соседнего дома. За придомовой уборкой городских дворов пристально следят в управлении ЖКХ. Управкомпаниям в очередной раз напомнили об обязанности вывести снег и привести тротуары и крыши в порядок. В противном случае их начнут штрафовать. Например, руководство ЖСК-37 уже направили соответствующее уведомление за безобразную уборку на улице Василисина. Нам звонят неоднократно. То есть поступил повторный звонок ТСЖ, либо управляющая организация, либо ещё кто-то и не выполнил эти работы. Тогда мы уже принимаем меры административного реагирования, то есть привлекаем к административной ответственности. О случаях несвоевременной или некачественной уборки при домовой территории жители могут сообщить в городское управление ЖКХ по телефону горячей линии 53-26-30. За снег во дворах и сосульки на крышах управляющие компании обещают наказывать штрафами от 20 до 50 тысяч рублей. За повторные нарушения сумма штрафа и вовсе может составлять до 200 тысяч рублей. А теперь коротко о других новостях. За незаконное хранение наркотиков под арест. В Киржачском районе в машине 33-летнего местного жителя полицейские нашли подозрительные свёртки и таблетки. Как показала экспертиза, это почти 700 граммов гашиша, больше 5 граммов амфетамина и иные наркотические средства, имеющие в своём составе синтетические компоненты. Найденное предназначалось для распространения в Киржачском районе. На подозреваемого завели уголовное дело и арестовали. Почти 4 тысячи владимирцев решили начать год с поиска новой работы. Как выяснили аналитики HandHunter, среди решивших сменить работу в начале года преобладают мужчины. На них приходится почти 68% резюме. Что касается возраста, в 52% случаев это люди от 18 до 30 лет. 9,5% резюме принадлежат соискателям старше 50. Исследования HandHunter показывают, что в 2019 будет наблюдаться высокий спрос на рабочий персонал, продавцов, менеджеров по продажам, а также IT-специалистов. К Крещению в области появится минимум 51 купель. Соорудить их обязаны органы местного самоуправления. Во Владимире традиционно крещенские купания пройдут на Семязино, Глубоком, Заклязьминском пруду и Гусинки. Предполагается, что на эти четыре водоема придут около 6 тысяч человек. У купелей, список которых приводится на сайте МЧС, в крещенскую ночь будут дежурить медики, полиция и спасатели. Безопасность купающихся обеспечит более 500 человек. Рядом с официальными купелями поставят палатки для обогрева и раздевалки. Ивану Константинову присвоено звание «Мастер спорта России международного класса». Владимирский борец проявил себя на международных соревнованиях. Иван завоевал золотую медаль на пятом чемпионате мира по спорту глухих в дисциплине «Греко-римская борьба». Он проходил во Владимире в июне 2018-го. Право выступать на этих соревнованиях спортсмен получил после того, как в феврале прошлого года выиграл чемпионат России по греко-римской борьбе среди глухих. История Владимирского торпеда в фактах и фотографиях. Футбольный клуб пытается ее сохранить на своем официальном сайте. В разделе «Все торпедовцы» информация о людях, которые играли за команду или работали в ней на тренерских и административных должностях. Фотографий разного качества и пробелов в этой галерее очень много. Список торпедовцев, чьи качественные фотографии еще предстоит найти, приводятся на сайте команды. Если у любителей футбола есть возможность представить недостающие снимки, то их просят писать на электронную почту, адрес которой сейчас на экране. В январе следователи страны отмечают свой профессиональный праздник – День образования Следственного комитета. Оглядываясь на прошедший год, чем могут похвастать владимирские следователи, какие у них планы на будущее и что уже успело случиться в первые дни января. Об этом поговорим со старшим помощником руководителя регионального следственного комитета Ириной Мининой. Сегодня она гость студии «Шестого канала». Ирина Александровна, здравствуйте. Ирина Александровна, судя по информации Следственного комитета, начало января и конец декабря буквально захлестнула Владимирскую область смерть новорожденных. Я информировала общественность о нескольких случаях смертей новорожденных детей, которые произошли во Владимирской области. Каждая из них отличается обстоятельствами, квалификацией действий тех, кто это совершил. И каждая из них представляет из себя индивидуальную трагедию. Смерть по неосторожности или преднамеренно? Вот один случай, который произошел в Кольчугино. Это случилось буквально в последние дни уходящего года, 29 декабря 2018 года. Там следователь квалифицировал действия обвиняемой мамы ребенка как убийство малолетнего. Это очень тяжелое преступление, особо тяжкое, с квалифицирующим признаком, за которое предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы, вплоть до пожизненного. Елена Александровна, три смерти несовершеннолетних меньше, чем за месяц. Не считает ли в Следственном комитете вот такую вот печальную статистику неким звонком, что что-то надо предпринимать в работе либо с исполнительной, либо с законодательной власти? Однозначно, Алексей. Вот просто однозначно. Потому что после возбуждения уголовного дела об убийстве шестимесячной девочки. И сегодня вот я делала информацию по Гусь-Хрустальному району, где шестимесячный ребенок был оставлен без медицинской помощи. Вообще родители абсолютно абсурдно действовали и отказались от помощи медиков, вообще даже и наблюдения, и контроля за состоянием здоровья новорожденного. Конечно, в первую очередь реакция, какая наступает, она естественная. Она изнутри просто уже нет терпения. Это сразу созваниваемся с уполномоченными органами с тем, чтобы сесть за стол переговоров. Вот по убийству малолетнего ребенка сразу мы провели предварительные консультации с директором Департамента социальной защиты населения Любовь Евгеньевна Кокошкиной и с уполномоченным по правам ребенка. А с учетом всех случаев, где мама в Муроме придавила неосторожно при кормлении ребеночка, положила его себе под бочок и убийство, и причинение смерти по неосторожности, все это для нас тревожные сигналы к тому, что где-то разрываются звенья между системой профилактики и семьями, требующими повышенного внимания. Если пройтись по небольшим итогам 2018 года, так или иначе некоторые чиновники засветились, так сказать, в Следственном комитете. Вот если пойдем по фамилиям, вкратце, как обстоят сейчас дела у тех или иных личностей. Бывший руководитель налоговой службы 33-го региона Сергей Кошелев, которого в январе по подозрению во взятке в особо в крупном размере, был задержан и находился под следствием. Да, завершено следствие, дальше идут процедуры, в соответствии с которым должно состояться утверждение обвинительного заключения, но это уже решение прокуратуры Владимирской области и в дальнейшем судебное разбирательство. Бывший вице-губернатор по строительству Дмитрий Хвостов по итогам получил 11 лет лишения свободы. И следователи удовлетворило данное решение сюда? Ну, вы знаете, да. Мы думаем, что это адекватно садейному, и это очень строгое наказание. Еще одна чиновница Елена Мазанько, бывшая заместитель губернатора по земельным и имущественным отношениям, которая прославилась на весь регион истории с золотыми ершиками. В отношении нее расследование тоже, по-моему, уже несколько лет идет. Ну, несколько лет возбуждали по Хвостову в 16-м году, по Мазанько в конце 17-го, если мне не изменяет память. Расследование ведет центральный аппарат Следственного комитета, но наши сотрудники, наши следователи также входят в состав следственной группы. Там близится расследование к завершению. Это достоверная информация. Экс-руководитель муниципального предприятия «Комбинат Тепличный» Виктор Шляков. Насколько помню, дело передано в суд уже. Дело в судебном рассмотрении, да, оно идет в текущем режиме. Последний персонаж. Экс-руководитель региональной Росгвардии Алфия Мокшина тоже попала под подозрение следователей в 18-м году. Рассчитываем в ближайшие дни начать с ней процедуру ознакомления с материалами уголовного дела. Это означает, что расследование уголовного дела завершено. Есть статья 217 Уголовного парциального кодекса Российской Федерации, когда фигурант имеет право ознакомиться с каждым листочком уголовного дела, написать свои ходатайства по уголовному делу о проведении каких-то действий или еще какие-то жалобы подать. Ну, в принципе, следствие завершено. По выполнению вот этой статьи 217 УПК, дальше процедура передачи дела прокурору и в суд. И последний вопрос, Ирина Александровна. Что касается предстоящего праздника, День Следственного комитета, с каким настроением региональные следователи подходят, какие проблемы их сейчас обеспокоят? Нам предстоит смена руководства. Это вот немножко, как бы, мы понимаем, что у нас есть достижения, есть какие-то неудачи, но вот этот момент, он для нас немножко вот навевает грусть. Ты когда должна пройти? Ну, 15 января, как раз в день нашего профессионального праздника, наш день рождения, Александр Васильевич, у него как раз завершается отпуск, который он сейчас находится, и после этого он уйдет в отставку. То есть должны будут представлять нового руководителя? Должны будут в какой-то определенный момент представить нового руководителя. Но если говорить о вообще 2018, результатах 2018 года, ну, более 5000 сообщений рассмотрены нашими следователями, более 1100 уголовных дел возбуждено по различным категориям. С этого года добавили следователей, то есть за счет сокращения аппаратных единиц произошло увеличение в пользу сообщества следователей. То есть их теперь у нас будет 85, а не 74, как было. Ну и в завершение мне, конечно, хотелось бы поздравить сотрудников Следственного комитета с наступающим праздником, с днем рождения нашего ведомства. Пожелать и терпения, и выносливости, здоровья, и оптимизма одновременно. А самое главное – быть бескомпромиссными и достигать тех результатов, и решать те задачи, которые ставят перед нами председатель Следственного комитета и президент страны. Спасибо большое, Ирина Александровна, за интересную беседу. А я напомню о будних следователей и о том, какие преступления приходится раскрывать, мы говорили со старшим помощником руководителя регионального следкома Ириной Мининой. На этом все. Всего доброго. До встречи. Сегодня ночью у Владимира будет малооблачный и без осадков. Столбики термометров покажут минус 11, минус 13 градусов. По прогнозам синоптиков, завтра будет пасмурно, днем выпадет снег. Температура воздуха составит 6-9 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха составит 82%. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.